Всем привет, в этом видео я покажу как настроить родительский контроль на смартфоне ребенка с помощью бесплатного официального сервиса Google Family Link. Если ваш ребенок уже пользуется смартфоном, то, вероятно, вы задумывались о том, как сделать его использование безопасным. Интернет, который помимо нужной информации, зачастую выводит и бесполезную, а если говорить о детях, то и вовсе нежелательную, сайты со взрослым контентом, фото и видео сцен насилия и различных дурацких новостей. Помимо интернета еще есть и игры, привыкание к ним и полное времяпровождение в телефоне. Далее в видео я покажу, как можно настроить ограничения в Android устройстве ребенка, о доступных функциях отслеживания действий, геолокации и других полезных функциях приложения Google Family Link. С этим приложением вы получите обширный перечень опций, связанных с контролем действий ребенка на смартфоне. Программа состоит из двух модулей, для детей и для родителей. Для установки версии для детей устройства должны иметь версию Android 7 или более новую. Некоторые устройства с Android 5 и 6 также могут быть совместимы с Family Link. Это заявлено на официальном сайте, но перечня этих устройств здесь нет. Версия для родителей поддерживается на устройствах, начиная с версии Android 4.4. На обоих устройствах должна быть настроена учетная запись Google. Если у ребенка нет своего аккаунта, его необходимо создать. При настройке оба устройства должны быть у вас и оба подключены к интернету. Устанавливаем себе на телефон Google Family Link для родителей и Google Family Link для детей на телефон ребенка. Управлять Android устройством можно и с айфона. В App Store доступна только версия для родителей. Запускаем программу. На начальном экране будут представлены возможности приложения. Жмем на чат. Указываем аккаунт и выбираем, кто будет пользоваться этим телефоном. Далее на чат. Указываем, есть ли у ребенка аккаунт. И переходим к устройству ребенка. Устанавливаем на телефон ребенка версию для детей. Выбираем это устройство. Google аккаунт. Укажите код, отображаемый на вашем телефоне. Введите пароль от учетной записи ребенка. А затем присоединиться. Включите менеджер профилей Family Link Manager. Задайте имя для устройства. И укажите разрешение приложения. В дальнейшем их можно изменить. На этом настройка завершена. После еще одного нажатия «Далее» на устройстве ребенка появится экран с информацией о том, что именно могут отслеживать родители. На родительском устройстве на экране «Фильтры и настройки управления» выберите «Настройки родительский контроль» и нажмите «Далее» для настройки основных параметров блокировки и других параметров. Откроется экран с плитками. Первое – это настройки. А остальные сообщают основную информацию об устройстве ребенка. В пункте «Настройки» среди параметров родительского контроля есть еще следующее. Действия Google Play. Установка ограничений на контент из плей-маркета. Включая блокировку установки приложений, скачивание музыки и других материалов. Одобрение покупок, любой контент, все покупки, только покупки в приложениях и подтверждение не требуется. Ограничение игр по возрасту, запрет доступа к книгам и запрет к песням. Фильтры в Google Chrome. Настройка блокировки нежелательного контента, блокировка сайтов. Нужно добавить сайты для блокировки или создать список доступных. Приложение Android. Разрешение и запрет запуска уже установленных приложений на устройстве ребенка. Можно заблокировать или задать ограничения по времени использования приложений. Местоположение. Включение и отслеживание местоположения устройства ребенка. Информация будет отображаться на главном экране Family Link. Информация об аккаунте. Сведения об отчетной записи ребенка. Можно изменить данные, пароль и вовсе удалить аккаунт. Другие настройки. Настройка публикации фотографий. Возможно делиться фотографиями в Google Photo. Настройка входа в аккаунт. Запрашивать разрешение, когда ребенок пытается войти в свой аккаунт. Отслеживание действий Google. Настройка сохранения информации о том, что делал ребенок, войдя в аккаунт. На основном экране управления есть дополнительные настройки. Здесь можно задать время использования телефона. Вы можете задать время сна, в который использование телефона будет недоступно. И взяв телефон в руки, в это время он увидит следующее окно. Пора ложиться спать. Возвращайтесь завтра. Установить время, по стечению которого контролируемое устройство будет блокироваться. А на экране будет следующая надпись. После блокировки, возможность совершать звонки остается. Нужно лишь выбрать пункт «Экстренный вызов». Кнопка настройки на карточке с именем устройства позволяет включать отдельные ограничения для конкретного устройства. Запрет добавления и удаления пользователей. Установки приложений из неизвестных источников, включая режим разработчика. А также настроить точность определения местоположения, разрешение приложений, включить блокировку экрана, задать новый пароль и сбросить настройки. Здесь же есть пункт «Воспроизвести сигнал», чтобы заставить устройство звонить. Вернувшись к окну «Семейная группа» и открыв меню, вы увидите следующие пункты. Имя ребенка, устройством которого вы управляете. В разделе «Семейная группа» можно добавить второго родителя или еще одного ребенка. Запросы, где вы увидите все запросы от ребенка на разрешение тех или иных функций. В пункте «Родительский код» будет код разблокировки устройства ребенка без доступа к интернету. Как видите, коды имеют ограниченный срок действия и постоянно обновляются. Еще здесь можно настроить уведомления. Получать уведомления, когда дети скачивают новое приложение из маркета, когда пытаются разблокировать сайт в браузере или изменить настройки. Следующий раздел «Советы родителям». Кликнув по нему, откроется окно браузера с советами. А при возникновении трудностей с использованием программы, откройте справку. В приложении на телефоне ребенка функций немного. Один из самых важных пунктов – о родительском контроле. Здесь, среди всего прочего, есть подробное описание возможностей родителей, по установке ограничений и отслеживанию действий. Советы о том, как убедить родителей изменить настройки, если ограничения оказались слишком суровыми. Реализация родительского контроля в приложении Google Family Link довольно хорошая. При этом отпадает необходимость использования сторонних средств. Здесь доступны все необходимые опции. Также учтены возможные уязвимости. Нельзя удалить учетную запись с устройства ребенка без разрешения родителя. И при отключении определения местоположения, оно автоматически включается снова. Из недостатков можно выделить следующее. Нет возможности управлять устройствами Apple. Возможности установки ограничений без подключения к интернету. На некоторых моделях телефонов после блокировки совершение звонков недоступно. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.